Итак, мы снова в школе популярного богословия и продолжаем разговор о Церкви Христовой. Вселенская Церковь каким-то образом соотносится с множеством отдельных общин. Когда мы говорим об общине, то как община отражает свойства Вселенской Церкви? Почему мы можем называть себя членами поместной общины и в то же время быть членами Вселенской Церкви? Послушаем, что говорит об этом Священное Писание. Мы продолжаем уроки школы популярного богословия и еще раз прочитаем текст, который уже читали. Евангелие Матвея, 16 глава, 18 стих. Иисус сказал, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Я создам Церковь мою», – сказал Иисус. И действительно, Он сделал это. Иисус здесь говорит о Церкви в будущем времени. Он говорит, «Создам Церковь». То есть, было время, когда Церкви не было. И только с приходом Иисуса Христа мы можем говорить о создании Церкви. Церкви как нового единения людей, как особого какого-то феномена, который появляется только благодаря действиям Иисуса Христа. Как, собственно, была создана Церковь? Иисус сказал, «Создам Церковь». И реально, когда мы смотрим на ход человеческой истории, на тексты Священного Писания, которые описывают историю раннего христианства и апостольского периода, то мы видим, что Церковь появляется только в день Пятидесятницы. Там появляется уже группа людей, которые становятся общиной веры, которые становятся, собственно, Церковью, как собранием святых. Но если посмотреть с точки зрения Бога, с точки зрения духовного мира, то Церковь родилась не в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы уже видимым образом проявилась эта община веры. Но рождение Церкви связано с Голгофой. На Голгофском кресте, благодаря страданиям Иисуса Христа, собственно, была создана Церковь. И хотя, видимо, она только появляется спустя некоторое время, там, несколько дней позже, но именно страдания Иисуса Христа привели к тому, что стало возможным появление Церкви. Он открыл своими голгофскими страданиями дверь в Церковь и начал, собственно, создание Церкви. И здесь в этом смысле, конечно, может быть, становится понятным то, что когда-то еще в Ветхом Завете совершал Бог, когда творил человека, и творил таким необычным образом человека и помощника ему, когда Он сотворил женщину, Еву из ребра мужчины, из ребра Адама. Собственно, ведь Бог вполне мог сотворить двух людей совершенно независимо своим актом творения. Ну, у Бога есть тысячи способов, как вообще творить. Но почему был избран такой необычный способ? В рамках Ветхого Завета, конечно, это понять невозможно. Но то, что произошло на кресте, приоткрывает, возможно, некоторую тайну и дает ясное представление уже о том, что произошло некогда там в Эдемском саду, когда через, ну, будем говорить, страдания в некотором смысле, когда из ребра Адама была создана Ева, которая стала не просто помощником Адама, она фактически стала полнотой Адама, дополнила, собственно, Адама как человека, потому что только двое становятся одной плотью с точки зрения Священного Писания, когда Адам и Ева вместе составляют вот ту полноту, которую, собственно, Бог задумал с самого начала. В этом смысле мы можем говорить и о Христе, и о Церкви. Церковь, как невеста Иисуса Христа, такой образ часто используется на страницах Нового Завета, Церковь тоже родилась не просто благодаря учению Иисуса Христа, не просто благодаря каким-то чудесам, которые Он совершал и привлек таким образом внимание к себе, и вот собралась группа последователей до сегодняшнего дня, христианство такое обширное в мире. Так, собственно, создавались все другие учения, и не просто учения, а движения. Ну, скажем, вот конфусянство начинается от Конфуция, от его учения, Сенека создал как бы тоже своих последователей, стоиков. Ну, собственно, любой учитель начинает свое движение с учения. Он излагает какие-то истины, и вокруг этих истин собираются люди. Но в случае с Иисусом Христом дело не так. Внешне кажется, что действительно вот Христос принес некоторые учения, и благодаря этому учению появилось христианство. На самом деле не учение Иисуса Христа лежит в основе христианства, а сам Иисус Христос, Его страдания, Его подвиг на кресте. Изменения, которые Он принес для человечества, вот это становится началом Церкви. А учение – это уже вторичный элемент в жизни Церкви. Самое главное, сущностное составляющее Церкви – это принадлежность к самому Иисусу Христу, потому что Церковь, как невеста Иисуса Христа, должна служить Его полнотой. Поэтому и написано так, в послании к Ефесянам, 1 глава, 22-23 стих, написано, что «Всё покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего всё во всём». То есть Иисус Христос пришёл на эту землю именно для того, чтобы создать Церковь, как полноту наполняющего всё во всём. То есть для того, чтобы появилась группа людей, которые составляют с Ним одно целое, не просто объединенные какой-то общей идеей, а составляют, может быть, очень глубокое таинственное единство, которое возникает между Иисусом и человеком, который рождается свыше. Когда Дух Святой поселяется в сердце человека, когда сам Христос начинает жить в человеке, то Он соединяет этого человека с собой. И Он не просто работает индивидуально с одним человеком или с каждым человеком, хотя и работает персонально, но при этом объединяет людей в некое сообщество, которое называется тело Его, как отдельные члены соединяются в физическом теле, и так, собственно, соединяются и люди в мистическом, невидимом духовном теле нашего Господа Иисуса Христа. И это тело Церкви является тем действующим инструментом, через который проявляется присутствие Иисуса Христа в этом мире. Христос, собственно, действует через Церковь, потому что оно есть тело Его. Это не просто Его ученики, которым Он дает поручение, а Он дает поручение или указание дает членам тела своего. И эти члены должны выполнять и выполняют действия, которые угодно главе. Он есть глава, а мы члены, так говорит Священное Писание. При этом, конечно, тут надо отметить одну, может быть, очень важную особенность. Тогда, когда мы говорим о теле Церкви Иисуса Христа, мы имеем в виду искупленных всех людей, всех народов, живущие во все времена. То есть, это та группа людей, которые не видно или невозможно охватить одним взглядом. В одном месте они не присутствуют, в одном времени они не находятся. Они видны только с точки зрения вечности. А нам, людям, которые живут во времени, вот это все тело Иисуса Христа не видно. И мы встречаемся с Церковью только в ее, как говорят в богословии, поместном изложении. То есть, поместная Церковь, местное собрание святых, а не всю Вселенскую тело Церковь мы видим. Я хочу здесь заметить, что Вселенское тело Церковь, собственно, можно условно, очень условно представить из нескольких частей состоящую. Во-первых, это так называемая странствующая Церковь, Церковь, которая еще проходит здесь на пути земном. Это еще живые люди, которые являются членами Церкви тела Иисуса Христа. И Церковь торжествующая, Церковь, которая уже достигла вечности, те люди, которые перешли к Господу и которые тоже составляют тело Церковь, потому что у Бога нет мертвых. И те, которые умерли в Господе, те являются такими же живыми, как и мы с вами, а может быть, даже более живыми. Я подозреваю, что гораздо более живыми, чем мы, которые отчасти только живые, хотя кажемся друг другу живыми. Но вот это единство торжествующей и странствующей Церкви, вот это единство, собственно, и составляет единую Церковь Иисуса Христа. Но проявляется эта Церковь в виде поместного собрания святых. И когда мы смотрим на поместные Церкви, то мы должны хорошо отдавать себе отчет или ясно представлять то, что Церковь как организм и Церковь как организация – это не одно и то же. Церковь как организм – это тело Иисуса Христа. Церковь как организация – это только отражение этого тела Вселенской Церкви в виде какой-то поместной организации. А если появляется человеческий элемент, то здесь мы должны ясно понимать, что возможны всякие отклонения и ошибки. И поместная организация, поместная Церковь не свободна от тех ошибок, которые вообще присущи людям. Церковь по природе своей тоже имеет двойную природу. Она состоит, как бы вот эту двойную природу, и являет эту двойную природу. Так же, как сам Иисус Христос – Он и Бог, и человек. И Он вполне Бог и вполне человек. В этом же смысле мы можем говорить о теле Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа – Церковь тоже имеет такую же двойную природу. Она и абсолютно святая, и божественная, состоящая, собственно, из святых полностью искупленных, освященных. И в то же время она имеет и абсолютную человеческую природу, и, к сожалению, имеет и ошибки, которые присущи человеческой природе. И поэтому нельзя, как бы, идеализировать любое собрание, которое является Церковью Христовой, которое отражает Церковь Христовую. Нельзя его идеализировать и считать, что оно такое же святое и безгрешное, как безгрешное тело Церковь в мистическом измерении, в духовном измерении. Очень ясно это показал Иисус Христос в одной из своих притч, когда Он рассказывает о неводе. Матвея 13 глава, написано это перитча 47 стиха. «Ибо подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Из идут ангелы и отделят злых от среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Невод, который заброшен в этот мир – это Слово Божие. Это Евангелие, которое собирает разных людей. И разные люди откликаются на зов Евангелия. И есть те, которые вроде бы и следуют за Христом, и которые находятся в этом неводе, который представляет собой, образно говоря, внешнюю или поместную церковь. Но в этом неводе есть рыбы всякого рода. И до того времени, когда не будет вытащен этот невод из этого мира, когда церковь выйдет из пуд этого мира и предстанет перед вечностью, до этого времени невозможно определить, и не нам дано право определять, кто есть злой, кто есть добрый, кто является хорошим, а кто не является хорошим. Написано так, что ангелы придут и отделят злых от среды праведных и ввергнут все зло и все то, что не соответствует Божьему, будет ввержено в печь огненную. Так образно представляет Священное Писание вечное наказание тех, которые не принимают истину Иисуса Христа или делают вид, что принимают истину, а живут нечестиво, не соответственно стандартам нашего Господа. То есть нет ничего удивительного в том, что в поместной общине всегда могут быть и святые, и не очень святые. Если даже среди ближайших учеников Иисуса Христа из двенадцати один оказался предателем, то, конечно, нет ничего удивительного, что в любой общине найдется то, что не соответствует стандартам нашего Господа и Спасителя. Но все-таки община должна отражать Вселенскую Церковь Иисуса Христа. И, конечно же, это отражение не всегда, может быть, соответствует оригиналу. Если мы говорим о том, что поместная Церковь – это как бы модель отражения, как в капле воды отражается океан, так и в поместной Церкви отражается, собственно, вся Вселенская Церковь. Но если мы так говорим, то это означает, что модель все-таки не является в точности тем, что является оригинал. Ну, собственно, это относится к любой модели. Скажем, вы делаете модель самолета, он очень похож, он может быть из другого материала, другого цвета, но внешне эта модель должна быть похожа на самолет. И мы всегда видим, модель похожа на оригинал или не похожа. Хотя, кстати, в современном мире появилось даже такое понятие, как симулякор. Симулякор – это копия, не имеющая оригинала. И особенно в средствах массовой информации сегодня очень активно используется вот это явление, называемое симулякор, когда создают видимость реальности, которой на самом деле никогда не было и нет. Жан Бодияр, который ввел, собственно, это понятие симулякор, он написал книгу, которая называется «Война, которой не было», о войне в Персидском заливе, где показал, что, собственно, там нам демонстрировалось, ИНН и другие новостные каналы демонстрировали войну, которая была составлена из режиссерских сцен, из операторских ракурсов, из интервью специально подобранных людей. И так, собственно, не только там. Любое государство сегодня, любые средства массовой информации действуют точно так. Они создают реальность, реальность, которой чаще всего на самом деле и нет. Иногда, к сожалению, такое явление применяется и в отношении духовной действительности. Есть общества, которые, может быть, внешне похожи на церковь, а на самом деле они совершенно не отражают церковь и не являются моделью церкви. Поэтому для того, чтобы понять, какая же поместная церковь правильно отражает вселенскую церковь, мы должны понять, что модель тогда правильно отражает реальность, когда она имеет существенные черты реальности, не просто в чем-то похожи. важные, существенные качества должны быть похожи у модели и у реальности, которые отражают модель. Ну, а какие существенные черты есть у Вселенской Церкви? Что самое существенное, самое важное? Какие существенные признаки? Здесь мне хотелось бы прочитать образ той поместной церкви, которая появилась в день Пятидесятницы. В книге «Деяния апостолов» описана эта поместная церковь. Кстати, вот интересный тоже момент, что Лука, который писал книгу и Евангелие от Луки, и «Деяния апостолов», она написана одной рукой, Лука только в книге «Деяния апостолов» упоминает слово «экклезия», церковь. В своем Евангелии ни одного раза он не упомянул этого слова. Но только начиная с дня Пятидесятницы двадцать четыре раза в книге «Деяния апостолов» уже появляется слово «экклезия». И как он описывает вот это сообщество святых, церковь, экклезию, то есть собрание вызванных и призванных, такое значение имеет это слово «экклезия». В книге «Деяния апостолов» во второй главе написано так, 41-42 стих. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Охотно принявшие слово крестились и присоединилась. Вот здесь в этих фразах мы встречаем несколько очень важных, характерных черт описания экклезии, церкви Христовой, уже поместной церкви. Не просто вселенской духовной церкви, которая составляет тело Иисуса Христа и которая совершенна, а общество, реальной общины веры. Ну, есть здесь несколько самых, наверное, необходимых и дополнительных признаков. Из необходимых я хотел бы отметить то, как здесь описывает Лука первую церковь и говорит, что должно быть возвещение слова. Пётр возвестил сначала слово. Должно быть принятие этого слова и должно быть крещение. Без этого община не начинает существовать. То есть это обязательные элементы, без которых вообще начало даже невозможно. Не то, что уже дальнейшая жизнь, а начало. Если какая-то община формируется без этих элементов, то она не может претендовать на понятие истинной церкви. В раннем христианстве как раз в Иерусалиме так и было, что проповедь прозвучала, апостольская проповедь, и в результате этой проповеди появилось много уверовавших, потому что Дух Святой действовал, Господь через Слово Своё воскрешал людей, менял их внутренний мир, и они менялись и присоединялись к телу Иисуса Христа. Написано, присоединилась в тот день душ около пять тысяч. К чему они присоединились? Они как раз присоединились к этому невидимому вселенскому телу церкви. А как они присоединились? Через покаяние и водное крещение. И это тот способ, который продолжает существовать до наших дней. Только благодаря тому, что человек кается, как сказал апостол Пётр на вопрос иудеев, что нам делать, мужи и братья? И Пётр объясняет, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Покаяние и крещение – это путь для того, чтобы началась церковь. И после этого мы встречаем уже и как бы дополнительные признаки, признаки, как община живёт, по каким критериям можно определить живую, настоящую Церковь Христова как поместную общину. И здесь мы прочитали вместе с вами, что мы видим, во-первых, они пребывали в учении апостолов. Это было первое важнейшее, в чём они занимались. Что это значит – пребывать в учении апостолов? Для нас сегодня учение апостолов в самом честном виде нанесено только через Священное Писание. Поэтому мы так настойчиво подчёркиваем, что Библия, Слово Божие, передаёт учение апостолов, и поэтому она является для нас высшим авторитетом. Потому что это Господь сказал нам, как вести себя, что делать, чего не делать. Поэтому важнейшим признаком, по которому определяется уже поведение, жизнь по местной Церкви – это учение. Учение, которое должно соответствовать Священному Писанию. Во-вторых, что очень важно отметить в этом учении – сердцевиной является Христос. Это учение христоцентрично. Сегодня очень модно заниматься всякими движениями, которые вокруг учения Иисуса Христа. Мы часто обращаем внимание на мелочи, на еврейские традиции, на произношение слов, на греческие корни Нового Завета, на многое-многое другое. Занимаемся богословием. Всё это хорошо, но если в центре не стоит Христос, есть ли толкования, не связанные со Христом, то это уже не учение апостолов. Я сейчас, конечно, не имею возможности проанализировать вместе с вами всё, что говорили апостолы, вот исходя хотя бы из книг «Деяний святых апостолов». Но если вы читаете эти речи апостолов, их проповеди, то вы должны заметить, что они, во-первых, обращали внимание на роль Иисуса Христа, на крест Иисуса Христа. Это был центр, фокус их проповеди, их учения. Поэтому апостол Иоанн и пишет в своём послании, первое послание Иоанна, 4 глава, 3 стих, «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста». То есть, всякий дух, если мы чувствуем, что вот проповедник движим к духам, который не связан с центральной ролью Иисуса Христа, то мы уже должны насторожиться и остановиться, что это за дух и что это за движение. Одним из важнейших признаков учения апостолов является проповедь о личном обращении, о том, что человек должен идти через веру по благодати, покаяться и принять крещение. Ну, то есть, то, что сделал, собственно, апостол Пётр, когда говорил в день Пятидесятницы, он говорил как раз о покаянии, говорил о водном крещении, и это составляло такую волевую часть проповеди, то есть, призыв к действию, что делать. И здесь, вот в этом призыве к действию, во-первых, должно стоять даже не просто какие-то идеи эскетизма или, может быть, красивые представления о правильном поведении, но, во-первых, должны стоять идеи покаяния и соединения со Христом. Через веру, по вере мы только можем соединиться со Христом. Поэтому апостол Павел, когда в 16 главе Деяния Апостолов мы читаем, ему задали точно такой же вопрос, как и апостолу Петру, что мне делать? Там темничный страж, написано в 16 главе Деяния, задает вопрос апостолу Павлу Исили, что нам делать? И апостол Павел отвечает на этот вопрос вроде внешне как бы совсем иначе, чем ответил Пётр. Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься ты и весь дом твой. Но, по сути, и Пётр, и Павел говорят об одном и том же, только Пётр указал на внешние действия. Павел же указывает на внутреннюю решимость, на внутреннее состояние человека. Без веры невозможно ни покаяние, ни принятие водного крещения. Поэтому есть вот это три единые условия. Вера, которая проявляется в покаянии и водном крещении. Ну и очень важна следующая часть учения апостолов. Учение апостолов должно неизбежно и непременно подчёркивать движение к личной святости. Не просто ограничиться покаянием и крещением, а помнить о том, что учение о личной святости составляет сердцевину того, что учил, собственно, Иисус Христос. Поэтому в книге Откровений и написана, 22 глава книги Откровений, 11 стих, «Праведный да творит правду ещё, и святый да освящается ещё». То есть вот этот путь освящения, путь творения правды, умножения этой правды – это как раз является обязательной частью учения апостолов. Они так учили, и правильная община, правильная церковь, правильная поместная церковь находится именно в этой части учения апостолов. И ещё одну, я хотел бы обратить внимание, особенность акцентировать ещё на одной части учения апостолов. Учение апостолов всегда было связано с миссией. Сам Иисус Христос говорил так, отправляя апостолов на служение, 28 глава Матвея, 19-20 стих, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. Идите и научите все народы». Вот именно эта часть является тоже очень важной в здравом, правильном учении апостолов. Они так учили, и община, если хочет оставаться отражением вселенского тела Церкви Иисуса Христа, если она претендует на звание настоящей общины веры по местной Церкви, она должна непременно иметь в своём учении и эту составляющую, миссионерскую, благовестническую составляющую. Кроме того, Лука, описывая раннюю Церковь, обращает внимание, что они пребывали не только в учении апостолов. Учение – это прекрасно, но кроме этого были ещё несколько важных моментов. Во-первых, он говорит ещё об общении, которое имели эти люди. Общение – преломление хлеба. То есть пребывание в общении – это тоже важный элемент. Это не просто поздороваться или узнать друг друга. Для того, чтобы организовать общение, нужна какая-то организационная структура. Без структуры общения невозможно организовать. Необходимо применить какие-то усилия, необходим какой-то порядок для того, чтобы было общение. Преломление хлеба – это тоже важнейшая часть, которая свидетельствует, показывает, что есть истинная община. Они вместе находились в преломлении хлеба, и в раннехристианской традиции преломление хлеба, как вечеря, была неотъемлемой частью более широкого явления, которое называлось Агапи, то есть вот вечеря любви ее называли, когда община собиралась вместе и просто ужинали, вкушали хлеб, общались, а потом совершали и вечерю Господню. Хлебопреломление, воспоминание того, что сделал Христос и кем Он был. То есть вот это общение, которое формирует общину, которое помогает, является важнейшей частью того, что мы называем признаками здоровой поместной или настоящей поместной церкви. И если мы хотим видеть такую церковь, то мы должны, во-первых, сами приложить усилия, чтобы эта церковь формировалась, а во-вторых, нам следует понять, что мы не можем жить без этого общения. Быть спасенным и находиться вне церкви невозможно. Ну, это то же самое, как человек пытается жить вне своего тела. Душа человека, может быть, составляет важнейшую часть, но без тела человек не может со своей душой ничего сделать. Душа нуждается в теле. Только через тело человек может иметь контакт с окружающим миром. Точно так и через церковь мы только можем входить в контакт по-настоящему с Иисусом. И жизнь вне церкви, в принципе, невозможна для христианина. Конечно, есть какие-то исключения. Понятно, что если человек там оказался на необитаемом острове, и он там не имеет физической возможности жить вне церкви, то Господь будет его вести и благословлять, как, скажем, Робинзона Круза. Он благословлял там на необитаемом острове в одиночестве. Кстати говоря, Робинзон Круза тоже выжил благодаря Библии. И если читать, скажем, более расширенную версию этой книги, то вы увидите, что на необитаемом острове не сойти с ума можно только благодаря Библии. Но если говорить о реальных, нормальных условиях, то в этих нормальных условиях человек без общения с другими верующими, без церкви выжить в принципе не может. Так же, как, собственно, если посадить какое-то растение среди бурьянов и совершенно не ухаживать за этим растением, то очень маловероятно, что это растение принесет какой-то добрый плод. Бурьяны заглушат это растение. Другое дело, если мы посадим этот же овощ где-то в хорошем месте, будем ухаживать в саду, где все обработано, там может принести и плод это растение. Точно так и человек, собственно, если он находится в сообществе бурьянов, образно говоря, духовных бурьянов, то он никогда или имеет очень мало шанса, надо быть каким-то особо выдающимся человеком, чтобы принести духовный плод в таком сообществе. Но в нормальной жизни человек должен находиться в церкви, и только в церкви он может принести плод, только в церкви он может возрастать и обрести то духовное состояние, которое ожидает от него Господь. Итак, если мы смотрим на церковь, на тело нашего Господа Иисуса Христа, то мы понимаем, что есть и духовная составляющая этого тела церкви, Вселенская церковь, и есть материальная составляющая, Поместная церковь, которая отражает. И среди многих Поместных церквей только те, которые отвечают существенным признакам Вселенской церкви, только те могут называться действительно Поместными церквями нашего Господа Иисуса, и прославлять Его. Аминь. Помолимся нашему Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, некоторые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас! Продолжение следует...